Новости на восьмом, а значит в ближайшие полчаса всё о главных событиях из жизни Владивостока. С вами я, Сергей Комаров, и вот что произошло в нашем городе к этому часу. Шаг вперёд. Городская дума единогласно добрила наделение Владивостока официальным статусом столицы Приморья. Пирамиды уходят в сеть. Центробанк фиксирует массовые случаи мошенничества в финансовой сфере. Укрепить берега и углубить дно. К 2023 году власти Приморья планируют решить проблему затопления территории региона после сильных дождей. Также в выпуске. Тихоокеанский флот объявил повышенную штормовую готовность. И ещё расскажем. Теперь точно. 31 декабря будет рабочим днём. Но об этом немного позже. А сейчас о главном. Очередное ЧП с рыбаками в акватории региона. Рыболовецкая шхуна пропала у берегов Приморья. На её поиски отправили вертолёт Ми-8. Спасатели отметили, что судно шло из Владивостока. В МЧС также сообщили, что накануне вертолёт приступил к работе. Но пока обнаружить пропавшую шхуну не удалось. Поисковая операция продолжается. Специалисты МЧС отмечают, что в предполагаемом районе пропажи судна отмечается сильное волнение моря. Тем временем Тихоокеанский флот объявил повышенную штормовую готовность. Она введена из-за понижения температуры, сильного ветра и волн высотой до 3 метров в акваториях Дальнего Востока. Самолёты и вертолёты морской авиации используются по фактической погоде. Корабли и суда, действующие в штормоопасных районах, вернулись в пункты постоянной дислокации. Дежурные силы флота несут службу в штатном режиме. Пресс-служба ТОВ сообщила, что были приняты дополнительные меры безопасности. Усилена дежурно-вахтенная служба. Произведена герметизация кораблей и имущество закреплено по штормовому. Аварийно-спасательные силы и буксирные суда приведены в повышенную готовность. Городская дума единогласно одобрила наделение Владивостока статусом столицы Приморья. Вопрос, много лет лежавший под сукном, наконец прошёл через Думу города. И получил единогласное одобрение депутатов на внеочередном заседании в четверг, 14 ноября. Столичный статус увеличивает не только представительские функции, но и требует больше средств на развитие. Это позволит получить из регионального бюджета около 300 миллионов рублей в 2020 году. Подробности у Светланы Садовой. Владивосток вслед за статусом столицы Дальнего Востока, наконец, может стать и столицей Приморья. Прежде Краевой Центр носил этот статус неофициально. Вопрос прошёл через Думу города и получил единогласное одобрение депутатов на внеочередном заседании в четверг, 14 ноября. Инициатором законопроекта стал председатель Думы Владивостока Андрей Брик. Статус города Владивостока как административного центра Приморского края устанавливается законом Приморского края. Вместе с тем, до настоящего времени соответствующий закон Приморского края не принят. Несмотря на то обстоятельство, что город Владивосток официально является центром Дальнего Восточного федерального округа. Напомним, вопрос о предании Владивостоку официального статуса Краевого административного центра поднимался в повестке законодательных органов периодически, начиная с 2005 года. Сложилась парадоксальная ситуация. Город стал столицей Дальнего Востока раньше, чем был признан столицей Приморья. Город Владивосток сегодня принял решение о том, чтобы мы вышли на принятое решение о статусе города Владивостока. И эти документы будут рассмотрены на ближайшем заседании законодательного собрания согласно уставу. По мнению депутатов, официальное закрепление столичного статуса повлечет за собой приток инвестиций и бюджетных ассигнований. Как считают народные избранники, закон о краевой столице подразумевает возможность финансирования Владивостока на поддержание международного статуса, на инфраструктурные вопросы, на подготовку к Восточному экономическому форуму. Отметим, в голосовании на принятие закона о статусе Приморской столицы снова не участвовали депутаты от КПРФ. На протяжении нескольких недель коммунисты бойкотируют заседание из-за того, что Сергея Кущенко не включают состав социального комитета. Там уже работают два коммуниста. Но голосов за принятие хватило. Кто за это вложение, кто за голосов, кто за, кто за, кто за, кто за все эти люди. Депутаты Думы Владивостока полагают, что Краевое законодательное собрание поддержит их стремление официально закрепить за Владивостоком статус столица края. Проект уже получил положительное заключение губернатора Приморья и будет рассмотрен на очередном заседании законодательного собрания. Светлана Садовая, Андрей Толстихин. Новости на восьмом. Новая партия единых транспортных карт поступила в продажу во Владивостоке. Карты, которые дают возможность расплатиться за проезд в автобусах и на электрическом транспорте, поступили в продажу в количестве 5000 штук. Это в пять раз больше предыдущей партии. Автоматизированный диспетчерский центр сообщает, что карты пользуются большим спросом, поскольку значительно упрощают процесс оплаты проезда в общественном транспорте. Вам нужно просто приложить карточку к специальному сканеру. Приобрести карты можно в диспетчерских на улицах – Русская, Боляева, Семеновская и на фуникулёре. Стоимость карты составляет 100 рублей. Пополнить её можно в любом отделении и терминальной структуре Сбербанка, а также через ресурс Сбербанк Онлайн. В ближайшие дни в продажу поступят брелоки и браслеты со встроенными чипами, которые тоже дают возможность расплатиться за проезд в общественном транспорте безналичным способом. А тем временем во Владивостоке планируют запустить два новых автобусных маршрута. Информация об этом прозвучала на совещании в городском управлении транспорта с участием представителей всех компаний-перевозчиков. Так, уже в следующем году Владивосток может пополниться двумя новыми маршрутами. Один из них, номер 45, свяжет посёлок Трудовое и Маяк, то есть будет магистральным. Второй, номер 5, железнодорожный вокзал ТЦ «Калинамол», объединит центр города и район Чуркино через Золотой мост и улицу Светландскую. Предполагается, что на пятом маршруте будет работать восемь автобусов среднего класса. Сбербанк рассказал о доступности сервисов для своих клиентов во Всемирный день качества. Сбербанк является клиентоориентированной компанией и постоянно работает над повышением доступности продуктов и услуг для клиентов с особенными потребностями. В России сегодня живут около 12 миллионов человек с различными формами инвалидности, и 90% из них являются клиентами Сбербанка. Подробности в нашем следующем материале. Зайти в офис, занять очередь или воспользоваться банкоматом. То, что для большинства клиентов Сбербанка пустяки, для людей с особенными потребностями – непростое дело. Модернизация удаленных каналов обслуживания, создание доступной среды в офисах, говорят сотрудники банка, – это приоритеты. В России сегодня живут около 12 миллионов человек с различными формами инвалидности. 90% клиентов с ограничениями функциями зрения или слуха и речи – это клиенты Сбербанка. Поэтому Сбербанк для этих клиентов делает все возможное. В Сбербанке Инна Вербицкая бывает нередко. Чтобы снять деньги, обращается к специалистам. Банкомат признается удобней. Не нужно брать талон и ожидать. Но девушка боится ошибиться. Не знала, что современная техника оборудована разъемом для наушников и полностью озвученными операциями запроса баланса и снятия наличных. Да и в общем потоки и не стоять не нужно. Нужно лишь взять специальный талон. Вот эти новшества, они, я думаю, очень помогут людям с ограничениями, особенно с ограничением по зрению, пользоваться услугами Сбербанка. Ну и мы надеемся, что будет все еще улучшаться и улучшаться. Также для клиентов с нарушениями зрения работает голосовое сопровождение в мобильном приложении Сбербанк Онлайн. Сайт адаптирован для слабовидящих. Для клиентов с нарушением слуха в 71-м офисе Приморья реализован сервис видеосурдоперевода. Благодаря этому клиенты получают консультацию по любым финансовым продуктам и сервисам банка. Услуга предоставляется бесплатно. Все филиалы у нас оборудованы кнопками вызова и открытия двери. И встречает клиентов у нас сотрудник и сопровождает и помогает осуществлять операции. Все сотрудники банка проходят обучение по основам коммуникации с клиентами, имеющими особенные потребности. И, конечно, дистанционные сервисы банка делают получение услуг гораздо проще для клиентов с ограниченными возможностями здоровья. Так, в Сбербанк онлайн и с помощью мобильного банка сегодня можно осуществлять большинство банковских операций в круглосуточном режиме, без посещения офисов банка и обращения к сети устройств самообслуживания. Дмитрий Беломеснов, Сергей Тулатиев, Новости на Восьмом. И в продолжение темы. Десятки финансовых пирамид выявил Банк России в первом квартале 2019 года. Больше всего их в центральной части страны и на Урале. Со временем пирамиды видоизменяются. Особенность этого года – имитация лизинговой деятельности и инвестирование в акции компаний, которые не выпускали ценные бумаги. Также Центробанку удалось выявить сеть комиссионных магазинов, которые под единым брендом действовали в большинстве регионов и выдавали займы под залог движимого имущества. Подробности в следующем сюжете. 154 финансовые пирамиды выявил Центробанк только за первое полугодие 2019-го. Для сравнения, 168 пирамид было выявлено за весь 2018 год. Популярность этого вида мошенничества до сих пор на гребне. Большинство финансовых пирамид обосновываются в Центральной России. Но мошенники активно осваивают и Сибирь, пробуют новые схемы на Дальнем Востоке. Причем пирамид, подобных кэшбери, уже нет. Сотрудничество со звездами шоу-бизнеса принесло свои барыши, и схема мошенничества вновь видоизменилась. Сегодня мошенники имитируют деятельность лизинговых компаний, секторы крипторынка. Злоумышленники пытаются продавать псевдофинансовые продукты через социальные сети и вовлекают в сетевой маркетинг друзей, знакомых, родственников. Широко распространены схемы по осуществлению псевдоброкерских услуг, помощи в открытии бизнеса, а также в приобретении недвижимости за рубежом. Но схемы, подобные кэшбери, не менее опасны. В сентябре 2018 года я уложил деньги в финансовую пирамиду кэшбери. В то время я не знал, что эта организация является пирамидой, поскольку организаторы мотивировали это тем, что у них есть лицензия, у них есть регистрация в Центробанке. И обещали мне 30% месячных. Я рискнул и вложил 100 тысяч. Из этих 100 тысяч для проверки пару раз я снимал деньги. Но, тем не менее, ущерб составил, после того, как организация закрылась, около 80 тысяч рублей. В лапы аферистов попадают чаще пенсионеры, но немало и молодежи. Также есть так называемые игроманы. Они прекрасно понимают по опыту 90-х годов, какую опасность представляют пирамиды. Но уверены, что знают главный секрет. Надо успеть выскочить до того, как то рухнет. Вот это и успеет выскочить, их как раз и подводит. Потому что сейчас не только участники финансовых пирамид знают об опыте 90-х годов, но и организаторы финансовых пирамид тоже знают об опыте 90-х. Они выскочить не дадут. И все деньги, которые к ним попадают, они уже считают своими и никому не отдают практически. И вот даже если вы заходите на ранней стадии финансовую пирамиду, на что уповают, в общем-то, те, кто занимаются вот этим гэмплингом, и решаете выскочить быстро, то вот это выскочить быстро не удастся. Пирамида вместе с вами схлопнется. В среднем молодежь 20-27 лет оставляет от 20 до 25 тысяч рублей. Граждане постарше – 50-70 тысяч рублей. За последний год от деятельности пирамид в России пострадали около 120 тысяч человек. Жалобы именно аферистов в Банк России и в полицию обратились несколько десятков тысяч жителей Дальнего Востока. Это большие цифры. Проверить, вступаете вы в отношения с нормальной организацией, либо с мошенником, в общем-то, может у вас занять две минуты, достаточно зайти на сайт Банка России, проверить название организации, есть ли у нее лицензия Банка России, то есть имеет ли она право вообще предлагать финансовые продукты и финансовые услуги. И если нет, то задумываться, на каком основании вообще эта организация просит дать ей деньги, ваши деньги, и увидите ли вы эти деньги когда-нибудь. В общем, две минуты, которые могут спасти годы тяжелого труда и накоплений. В декабре прошлого года Банк России открыл в Хабаровске специальный центр компетенции по противодействию финансовым пирамидам. Новая структура Банка России отслеживает деятельность злоумышленников на всей территории страны, обеспечивает раннее их выявление и методологическую поддержку правоохранительным органам. Именно эта структура должна способствовать уменьшению активности аферистов. Ну и, конечно, здравый смысл самих россиян. Олег Завьялов, Новости на Восьмом. Для россиян и в том числе приморцев 31 декабря в этом году будет рабочим днём. К слову, в Кремле идею о том, чтобы 31 декабря вообще сделать выходным днём, встретили без особого энтузиазма. Напомним, в ряде СМИ прежде звучали сведения, что большая часть сограждан одобряет идею сделать 31 декабря выходным днём. В этой связи журналисты поинтересовались у пресс-секретаря президента России, можно ли сделать 31 декабря выходным. В этом году за счёт сокращения январских праздников. По мнению власти, нет необходимости переписывать составленный график каникул на 2020 год. Кремль отмечает, что в следующем году 14 нерабочих праздничных дней благодаря переносам превратятся в 26 выходных. И напоминает, что сообщение по поводу 31 декабря было сделано заблаговременно. Уже известно, что в начале 2020 года россияне будут отдыхать с 1 по 8 января включительно. Прислушаются власти в будущем к мнению народа по поводу 31 декабря или нет, покажет время. Сейчас уйдём на короткую рекламу, после которой... Житель Приморья приговорён к реальному сроку за хранение останков амурского тигра и оборот наркотиков. Укрепить берега и углубить дно. К 2023 году власти Приморья планируют решить проблему затопления территории региона после сильных дождей. Дни мужского здоровья планируют ввести в поликлиниках Приморья в следующем году. Партнёр выпуска новостей – торговый дом «Планета безопасности». Хотите узнать, что делают ваши работники? А что делают сейчас ваши дети? Кто у вас на даче? «Планета безопасности» ответит на ваши вопросы. Работа кипит. Дети под присмотром на даче. Всё в порядке. Сегодня с вами я, Сергей Комаров, и мы продолжаем. Житель Приморья приговорён к реальному сроку за хранение останков амурского тигра и оборот наркотиков. Укрепить берега и углубить дно. К 2023 году власти Приморья планируют решить проблему затопления территории региона после сильных дождей. Дни мужского здоровья планируют ввести в поликлиниках Приморья в следующем году. Житель Приморья приговорён к реальному сроку за хранение останков амурского тигра и оборот наркотиков. Обвинительный приговор вынесен тернейским районным судом местному жителю. Сотрудники уголовного розыска установили, что 42-летний житель посёлка Амгу Тернейского района Приморского края в морозильной камере по месту своего жительства незаконно хранил тушу амурского тигра. Кроме того, на территории частного домовладения гражданин выращивал 870 кустов манжурской конопли и мака снотворного, а также хранил крупную партию высушенных наркосодержащих растений. Учитывая тот факт, что животное находится на грани вымирания, и по последним подсчётам учёных амурских тигров осталось не более 600 особей, убийство каждого зверя наносит серьёзный ущерб всей популяции. Суд признал подсудимого виновным, назначив ему по совокупности преступлений наказание в виде 5 лет и 4 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу. А буквально на днях фигурантом уголовного дела стал житель Приморья, хранивший шкуру редчайшего дальневосточного леопарда. Шкуру краснокнижного хищника пограничники изъяли у жителя села Крауновка у Сурийского городского округа на территории его подворья в августе этого года. Шкуру он планировал продать. Помимо этого, у мужчины изъяты незарегистрированное гладкоствольное ружьё, патроны разного калибра и порох. К 2023 году власти Приморья планируют решить проблему затопления территории региона после сильных дождей. В администрации края считают, что работа по берегоукреплению и дноуглублению уже показала свою эффективность. Так, последствия летних ливней в Октябрьском районе и в Уссурийске признаны гораздо менее серьёзными, чем раньше. В планах строительство дамб, в частности, в Уссурийске, Лесозаводске, Чугуевском районе. А сегодня местные власти начали готовиться к весенним поводкам в Хасанском районе, наиболее пострадавшим от августовских дождей. Подробности далее. Поваленные деревья и бетонные столбы – всё это последствия тайфуна Лайон-Рок, который обрушился на Приморье в 2017 году. Тогда река Барабашевка поднялась на несколько метров, вышла из берегов, поток из мусора и поломанных деревьев, разрушил мост, вода дошла до огородов и жилых домов. Досталось Хасанскому району от разгула стихии и в этом году. Поэтому местные власти уже сейчас начали готовиться к весенним поводкам. В селе Барабаш рабочие бригады чистят русло рек от валежника и прочего мусора, чтобы в будущем году избежать выхода реки из берегов и затопления населённых пунктов. Тяжёлая спецтехника выкорчёвывает старые деревья и укрепляет берега, поднимает их насыпью на 6-8 метров. Когда происходят у нас тайфуны, идёт большая вода, потопление домов, земельных участков, смывают гаражи, дороги и так далее. Русло чистится для того, чтобы не было подтопления, не выходило из своих берегов. И, соответственно, когда будет большой дождь, она успевала проскакивать на данном участке и не затопляла дома, огороды, населённый пункт. Работает тяжёлая техника, 4 экскаватора, 3 бульдозера и порядка 10 самосвалов по вывозу корней. Работы производим в выравнивании по урез воды на носов, сгребания их в стороны, вывоз мусора, корней, ну, также различных отходов. По словам местных жителей, реку Барабашевку не чистили с момента основания села. На уборку трёх рек Барабашевка, Амба и Филипповка из бюджета в этом году выделено 37 миллионов рублей. Напомним, задача укрепить берега и расчистить русло рек, а также построить дамбы, чтобы минимизировать последствия от паводков, была поставлена ещё до августовских тайфунов этого года. Однако быстро сказка сказывается, да не скоро дело делается. В этом году, кроме Хасанского, сильно пострадал от наводнений Октябрьский район. Глава региона лично контролировал аварийно-восстановительные работы. Были озвучены и планы на защитные гидротехнические сооружения. И далее мы уже будем находить ресурсы финансовые для того, чтобы работу начать в этом году и в течение года закончить, и сделать так, чтобы это село было защищено от наводнений специальными гидротехническими сооружениями. Потому что четвёртый год идёт подтопление села. Однако, как отметил глава региона, работа по берегоукреплению и дноуглублению уже показала свою эффективность. Так, последствия ливней и в Октябрьском районе, и в Уссурийске были гораздо менее серьёзные, чем раньше. На встрече с главой Минприроды Дмитрием Кобылкиным в сентябре этого года губернатор Приморья подчеркнул, что необходимо направлять средства из федерального бюджета на предотвращение наводнений сразу на 2-3 года, чтобы можно было заключать полный контракт на те или иные виды работ. В частности, это строительство дамб в Уссурийске, Лесозаводске, Чугуевском районе. Решить проблемы, связанные с затоплениями, власти края планируют к 2023 году. Олег Завьялов, Евгений Апарин, Новости на Восьмом. Дни и даже недели мужского здоровья планируют соввести в поликлиниках Приморья в следующем году. За их проведение проголосовали сами жители края, приняв участие в опросе, посвящённом нацпроекту здравоохранения. Перед медиками стоит задача проработать несколько вариантов такой акции. Профилактическое обследование – это один из самых эффективных способов ранней диагностики, а следовательно и лечения урологических и онкологических заболеваний, чем часто и страдают мужчины. Медики отмечают, что несмотря на то, что многие мужчины выглядят совершенно здоровыми и вроде регулярно следят за своим самочувствием, занимаются спортом, ведут здоровый образ жизни, на медосмотре и в ходе диспансеризации узнают истинное состояние здоровья. К слову, в рамках нацпроекта к 2024 году планируется снизить в Приморье смертность населения трудоспособного возраста до 350 случаев на 100 тысяч населения. Осенний ярмарочный сезон завершается во Владивостоке. Приобрести свежие овощи урожая этого года на Центральной площади можно будет ещё в пятницу и субботу 15 и 16 ноября. На этой неделе свою продукцию на площади борцов революции представят более 200 сельскохозяйственных производителей края. Традиционно на общегородской ярмарке можно будет приобрести овощи, фрукты, а также мясные и рыбные продукты – мёд, дикоросы, хлебобулочные изделия и другие продукты от местных производителей. В пятницу ярмарка будет работать с 8 до 18 часов, а в субботу с 9 до 17 часов. В следующий раз общегородская ярмарка развернётся накануне Нового года и Рождества. И к новостям спорта. Волейболистки-приморочки неудачно провели второй тур чемпионата. Краевой кубок по гонболу разыгрывают во Владивостоке. Приморцев приглашают на занятия американским футболом. Об этом и других спортивных новостях расскажет Максим Яковлев. Волейболистки-приморочки отыграли второй тур высшей лиги А. Встречи проходили в Череповце. В нашей команде за четыре соревновательных дня противостояли местная «Северянка» и нижегородская «Спарта». Увы, но соперницы оказались в этот раз наголову сильнее. Не зря эти команды занимают первые две позиции в чемпионате. Приморочка во всех четырёх матчах потерпела поражение. Такой неудачный исход откатил Владивостокский клуб на восьмое место. Следующий матч и наша команда проведет в Екатеринбурге с 5 по 8 декабря. Краевой кубок по гандболу разыграют приморские команды. В кампусе ДОФУ стартовали региональные соревнования по этому виду спорта. Ежедневно, вплоть до 17 ноября, лучшие коллективы будут бороться не только за награды, но и за путевки на первенство России. Спортсмены сначала сойдутся в групповом этапе, после которого лучшие команды выйдут в финальную стадию. Решающие игры пройдут 17 ноября с 11 до 17.00. После этих соревнований самые опытные гандболисты отправятся на выездные старты. Приморцев приглашают профессионально заняться американским футболом. Владивостокские команды открывают набор спортсменов. Напомню, что сегодня в городе существует всего один официальный клуб по американскому футболу. Это «Дикие панды». У ребят также есть отдельная женская сборная, которая носит название «Владивостокские касатки». Приморцы за свою небольшую историю уже успели стать четырехкратными чемпионами Дальнего Востока и в целом имеют довольно большой багаж опыта. Попасть в команду к футболистам можно будет 17 ноября на Русском острове. Юные спортсменки Владивостока продемонстрируют элементы самбо на соревнованиях «Спортивная осень». 15 ноября в Краевом доме физкультуры пройдет довольно уникальное мероприятие. На борцовские ковры выйдут не профессиональные спортсмены, а ученицы начальных классов средних школ Владивостока, в которых реализуется проект «Самбо в школу». Они покажут, чему научились с этой программой. Всего ожидается участие порядка 140 детей. Торжественное открытие мероприятия состоится в 10.00. Вход свободный. Максим Яковлев, новости спорта на восьмом. И напоследок еще раз коротко об основных событиях во Владивостоке. Шаг вперед. Городская дума единогласно добрила наделение Владивостока официальным статусом столицы Приморья. Тихоокеанский флот объявил повышенную штормовую готовность в акваториях Дальнего Востока. Пирамиды уходят в сеть. Центробанк фиксирует массовые случаи мошенничества в финансовой сфере. Житель Приморья приговорен к реальному сроку захоронения останков амурского тигра и оборот наркотиков. Укрепить берега и углубить дно. К 2023 году власти Приморья планируют решить проблему затоплений территории региона после сильных дождей. Дни мужского здоровья планируется ввести в париклиниках Приморья в следующем году. На сегодня это все. Есть что добавить? Заходите на страницы 8 канала во всех социальных сетях или на наш официальный сайт. Там найдете все видеоматериалы, а также другую полезную информацию. Телефон нашей редакции 249-88-12. 8 канал. Главное. Владивосток.